Дикий Край Этот остров, что на самом узком перешейке находится всего в полутора километрах от материка, всегда был будто оторван от большой земли. Ни газа, ни водопровода, даже электричество провели сюда только в 21 веке. Чужаков на Альхоне было мало, и люди на этом самом крупном и одном из самых красивых островов Байкала жили закрытой общиной. Но за последние несколько лет все круто изменилось. Здесь нынче и летом и зимой на Альхоне толпы туристов, и весь жизненный уклад островитян теперь зависит от приезжих. Кто-то из местных радуется открывающимся возможностям, а кто-то скучает по тишине и спокойствию. Но сегодня очевидно, что прежним Альхон уже не станет никогда. От Иркутска до Альхона около пяти часов на машине. Дорога идет вдоль северного побережья Байкала, с запада вверх на восток. По бурятским землям, что входит в состав Иркутской области, одного из самых больших регионов России. Даже здесь, среди снежных бурятских степей, звучит вездесущее деспасито, словно призывая не торопиться ехать потихоньку по узкой и скольской трассе. Где-то у середины Байкала дорога сворачивает к Альхонской переправе. Летом здесь ходят паром. Но сейчас, зимой, это место выглядит каким-то заброшенным. Переправа была здесь, да? Да, было. А что до Хужира? Как добраться? А? До Хужира? Где спуск-то? А это что? Можно ездить обо льду? Не получив ответа, мы решаемся на переправу. Сжавшись от страха, съезжаем на Байкальский лед. От материка до острова в этом месте около двух километров. Но кажется, будто мы едем целую вечность. Наш водитель Дима напряжен. Он тоже впервые едет по Байкальскому льду. Кажется, где-то под нами уже трещит лед. И что вот-вот мы провалимся и пойдем ко дну. Хочется лишь одного. Поскорее добраться до спасительного берега. Здесь пустынно. Только пасутся коровы и больше ни одной живой души. Эта грунтовая дорога единственная на Ольхоне. Она словно бесконечная стиральная доска. По левую руку от нас – Малое море. Так называют залив между материком и Ольхоном. А где-то там, за холмами, раскинулось море большое. Сам Ольхон имеет вытянутую форму в длину около 70 километров в ширину 15. На острове – с десяток населенных пунктов. Самый крупный из которых – Хужир. Столица острова. Его визитная карточка. Приехали. В Хужире живут почти все островитяне. 1400 из 1700 человек. Но сейчас местных на улице не увидишь. На термометре 25 ниже нуля. И без нужды никто из дома не выходит. Но вот кого здесь невероятно много в любую погоду, так это китайских туристов. Они везде. На улицах, в кафе, в магазинах. Такое впечатление, будто оказался где-то в китайской провинции. Даже надписи на указателях и то на китайском. Туристов здесь возят на пассажирских УАЗиках. Тех, что в народе зовут буханками или таблетками. Такого количества этих машин нам еще не приходилось встречать нигде. Для дикой природы острова – самое то. Бюджетный проходимый вариант. И починить можно своими руками. Бывает, ломается, рисуры лопаются, все бывает. Наталья – чуть ли не единственная среди сотен коллег-мужчин, женщина-водитель. Сюда, на остров, приехала около 20 лет назад. Сбежали всей семьей от экономического кризиса. Когда она решила сесть за руль, с ней даже не здоровались. Не признавали. Ну, как бы, вот еще один приехал, вот, конкурент, работать, да? Тем более женщина. Ну, и тем более женщина, да. Все, как это, долго ли она прокатается, неизвестно как. Ну, в общем, потом все, не ухожу из трассы, да. И вот у нас еще есть команда, где ребята непосредственно, как они меня, бригадир, что вы так назвали. Распределяю заявки, все хорошо. Водители Ольхонских буханок знают на острове все самые красивые места и готовы поделиться своими знаниями за сотню-другую долларов. Конечно, идет такая работа воспитательная. Не грубить, не материться, не ругаться. Ну, в общем, культурные, чистые водители, приятные в общении тоже. Все с улыбкой. Люди несут деньги, почему бы им не улыбаться. Туристы из Китая с недавних пор – главная доходная статья Ольхона. Они едут сюда тысячами. И, увидев байкальский лед, ведут себя словно дети. Кто-то танцует, кто-то подолгу лежит на льду и смотрит куда-то вниз, а кто-то карабкается на скалы, чтобы сделать свое самое лучшее фото. Вокруг действительно невероятно красиво. Потрескавшийся черный лед, метровой толщины, под которым больше километра чистейшей воды, или вздыбившийся у берегов голубой лед – результат сжатия при замерзании. Ну или необыкновенные ледяные сталагмиты, что выросли на скалах. Я из Южного Китая, там тепло и нет льда. Поэтому я приехал сюда, чтобы почувствовать холод и увидеть прекрасный голубой лед. А как вы чувствуете себя в этом? Холодно ведь? Вот на мне две вещи. А вот лицо, да, мерзнет. Но ведь этого недостаточно? Достаточно вполне. Это паломничество началось недавно и довольно неожиданно. Кто бы мог подумать, что причиной тому одно единственное культурное событие в Китае? Одна китаянка, она мне сказала, что у них одна женщина или мужчина, вот композитор или что-то в этом роде, приехала, говорит, сочинила песню, и, говорит, спели песню про Байкал в зимнее время, и она вообще вот такая, на бис посла, и вообще захотели приехать сюда. Заведующая местной библиотекой и теперь даже брошюры на китайском ставят на полки, чтобы туристы могли узнать что-нибудь об Альхоне. Хотя библиотека – это скорее место встречи для своих, а не для приезжих. Вот пришла старшеклассница Таня Субанова. Скоро у нее конкурс «Красавица Альхона». И нужно научиться рассказывать о себе на родном бурятском языке. Здравствуйте, дорогие земляки. До великой китайской туристической экспансии на Альхон приезжали в основном россияне и редкие европейцы, которым хватало денег и сил, чтобы добраться до Байкала. Еще недавно Хужир был заброшенным и тяжелым для жизни поселком. Мы жили без электричества. Вот этот период жизни был очень сложным. Потому что, ну, представляете, даже газовой печки у нас у меня в тот момент не было. И каждый раз у меня был ребенок маленький, девочка, да. И вот, чтобы молоко подоградили, мне приходилось топить печку. А вот эти стенды, они чисто кровеческие. Вон они. Вот эти-вики. То есть вот это вот Хужир, да? Это Хужир. Это вот порт, да? Да, этот, который был, когда рыбозавод доработал. А вот как выглядит рыбкомбинат сегодня. На здании, в котором когда-то разделывали омуля и хариуса, теперь красуются граффити. Ленин на местный лад в виде бородатой рыбы. Часть рыболовецких сейнеров лежит на суше. Они проржавели и стали полотнами для забавных граффити. Некогда шумный, полный жизни порт стал музеем под открытым небом. Рыбу на Байкале теперь не ловят вообще. Запретили в прошлом году из-за катастрофического сокращения популяции омуля. Нельзя даже на удочку. И даже представителям коренных народов. Большой удар по местным укладам. Ну, раньше рыбалкой жили, как рыбачили, рыбу продавали. А сейчас? А сейчас вот так вот существуем. А приезжают же туристы, им же, наверное, хочется омуля. Ну, конечно. И что говорите? До свидания? Да, вот так вот. Всяко-разно изворачиваемся. Как именно они изворачиваются, говорить на Ольхоне не принято. Но в местных магазинах омуля на прилавках точно не найдешь. Да и весь ассортимент так себе. А масло у нас у вас есть? Масло есть? Масло есть? Вот по 30, да? А? Есть, есть, по 30. В этом магазине Ирина проработала 37 лет. Всю взрослую жизнь. За полвека существования этого сельпо мало что изменилось. Вот только приезжих стало значительно больше. Народу очень много здесь бывает. Вот, до сюда очередь стоит. Думаю, что? Место? Да, место. Ну, почему? Туристы, туристы. Ну, был самообслуживание, убрали самообслуживание. Магазин. Вот, буквально убрали, как полмесяца тому назад. Почему так? Ну, потому что доглядно нужен. Воруют, да? Ну, да. В Хужире прямо-таки пахнет деньгами. Рыбный промысел, которым когда-то жил остров, похоже, уходит в прошлое. Теперь здесь живут в ожидании большого туризма, предвестником которого стали китайские гости. Повсюду строятся новые турбазы и гостиницы, открываются кафе и рестораны. Маленький и невзрачный поселок растет. Вместе с ценами, но пока еще не всегда качественные услуги. Хотя для тех, у кого нет 4-5 тысяч рублей в сутки за гостиничный номер, могут снять что-то подешевле. Был бы спрос, будет и предложение. У нас даже ребятишки, вот маленькие ребятишки, они летом работают, ну, там, помощниками, зарабатывают себе на школьную форму. Потому что вот молодая семья, представьте, двое-трое детей, да? Мама не работает, папа не работает. Получает от государства только детские деньги. Больше других-то денег не будет, они не могут получить. Они могут или свое жилье, которое, наверное, я так не думаю, что она больше половины моей библиотеки, да, печатку, сдавать. Или небольшой домик, избушку свою построить, там, ага, спускать туда. Но у этого туристического бума есть и обратная сторона – мусор. Летом, когда на Альхон, на машинах с палатками и мангалами приезжают туристы, остров превращается в одну огромную свалку. Вот три-четыре километра от поселка, да, где коровы пасутся, а пакеты все, видите, лежат под деревьями, лежат. Вот я за коровами ездила, смотрю, пакеты лежат, вот и сфотографировала. Коровы, они очень любят картофельную шелуху, сочные кормовые продукты. И, в общем, они кушают эти арбузные корки прямо с удовольствием, но они его прокладывают вместе с пакетами. Заканчивается это печально. Коровы погибают, наевшись пластиковых пакетов. У Светланы Савельевны тоже был печальный опыт. Вот эта фотография как раз, это гирлянда из пластиковых пакетов из брюшины коровы. Это вот вы из своей коровы? Вот это достало, вот она узелком ввязывается, вот так она это. Чтобы хоть как-то избавить остров от мусора, Светлана придумала ольхонскую авоську. Проект, призванный заменить пластиковые пакеты на холщовые сумки, что можно взять в аренду. Их шьют и расписывают сами, а раздают местные активисты. Во время обеденного перерыва заведующая библиотекой садится в машину и едет домой, в соседний поселок Харанцы, чтобы напоить и накормить свой скот. Вокруг невероятно красивые и все еще девственные места. Коровы из-за суровой зимы покрыты густой шерстью и неразборчиво в еде. Здесь, на территории Прибайкальского национального парка, нельзя захарамить мусор. Его отсюда можно только увозить, на что у местного муниципалитета зачастую просто нет денег. Было бы очень здорово, если бы придумали бы закон, например, что с туристов, например, при въезде на остров Ольхон, я имею просто такую маленькую территорию, да, мы бы могли бы брать хотя бы с каждого туриста по 10 рублей, да, и нам бы вот эти деньги дали бы возможность убрать вот этот мусор, который оставлен после туристов. Уборка мусора на острове иногда оборачивается вот такими неожиданными проектами. Издалека ни за что не угадаешь, из чего построена эта бурятская юрта. По сути, это же строительный материал бутылка, так видите, но намного дешевле, чем кирпичи возить, допустим, с Иркутска. Здесь же только с Иркутска можно возить, все строительные материалы. Так что, в принципе, если это заинтересует людей, они будут, короче, строить, используя бутылки, любые сооружения, гаражи, допустим, домики, бани, все прочие дела. Петр сделал эту юрту своими руками из пяти тонн бутылок. Теперь осталось лишь вставить окна и обустроить жилище внутри. Закрываете он замок? Да, конечно. От кого? Здесь вроде свои силы. Да, дело в том, что просто, чтобы не лазили тут же, видите, ну, тут все открыто, но так, чтобы, б***х, а не лазили ничего. Так что начну скоро, в марте месяце начинать уже буду отделка вся полностью, отделываться будет. Ну, кольца так как-то будет. Хозяин юрты очень переживает за чистоту родного острова. Вот только сделать ничего не может, кроме такой вот утилизации оставленного кем-то мусора. Бутылочные туристы, они оставляют мусор везде, короче, у нас, видите, у нас как бы нету такого, ну, менталитета у нас такого. Не то, что, вот, допустим, в других странах, там у них все-таки сознание выше, что ли, или воспитание выше. Ну, у нас, вроде, кажется, все мы воспитаны, все обучены, все имеем образование, но, тем не менее, у нас все, так сказать, валяется, все гадится, понимаете. Петру только и осталось, что обить стены вагонкой, провести сюда электричество, свет и воду. Хотя с благоустройством жилищ в этих краях все чаще возникают проблемы из-за водоохранной зоны вокруг Байкала. Допустим, скважину люди роют или туалеты делают, честно говоря, сейчас прокуратура появилась у нас, будет, значит, наказывать за скважину, наверное, и за туалеты, которые на улице нельзя, вот, туалеты делать, как это так? Летом прошлого года жители Ольхона пожаловались Путину на неудобства, связанные с водоохранной зоной. И вот недавно Минприроды внесло в правительство предложение о сокращении ее в 10 раз. Возможно, строить туалеты и вести хозяйство местным жителям станет проще, но вряд ли это решение поможет уменьшить количество мусора. Будучи в этих краях, мы просто не могли не познакомиться лично с одной из самых известных пенсионерок России, Любовью Мореходовой, которая прославилась благодаря этому случайно снятому и выложенному в интернет видео. Ну кто такое видел 21 веке, а, тетя Люба? Но для того, чтобы добраться до знаменитой Бабы Любы из Ютьюба, нам нужно попасть с острова на материк, то есть пересечь Малое море по диагонали. Это что-то около 30 километров по Байкальскому льду. Сейчас уже не так страшно, как в первый раз. К тому же теперь мы с опытным водителем. Но все же и сама Наталья заметно нервничает, ведь Байкал непредсказуем, даже если хорошо его знаешь. Вы помните, как вы выехали на лед? Когда уазик переезжает замерзшую трещину, хорошо слышно, как предательски трещит лед. Примерно через час мы выбираемся на берег материка. И после долгих поисков, наконец, находим небольшой домик, одиноко стоящий на озере, рядом с которым встречаем его знаменитую хозяйку. Кадры, как пожилая женщина на стареньких коньках рассекает лед Байкала, разошлись по сети со скоростью гораздо больше, чем в свои 76 может развить Любовь Николаевна. Наверное, потому, что в этом ролике было прекрасно все. И задор пенсионерки, и окружающие ее виды, и, конечно же, эти коньки. Ваши знаменитые коньки? Да. Косконьки. 1943 год. Норвегия. Катаюсь, иногда это самое, вот съезжу туда, в Курму, там 4 километра, туда-обратно съезжу, и за коровами тоже 4 километра там до косы, вот туда и обратно приеду, съезжу. Посмотрю, коровы где-нибудь около горы ходят, вот они видят, они знают, что это я, покричу, они быстро домой почапали сразу вот. Без коньков за ней не поспеть, да и на них не всякие угонятся за этой невероятной женщиной, ведь у нее более 70 лет конькобежного стажа, еще в школу ездила по льду в соседнюю деревню, а мама ее встречала здесь. Вот я там вот показывалась далеко-далеко, и вот она говорила, что ой, комочек какой-то катится, ой, наверное, это Люба. И вот она заходила в дом, делала расколотку, мы очень любили расколотку, омуля, вот так, топориком. И я когда уже приезжала, уже на столе все было, и вот это было очень вкусно и быстро. Она живет одна, ухаживает за скотиной и за собаками, которые прибегают к ней со всей округи. В 42 года она проработала на заводе, жила в Иркутске, а потом снова вернулась сюда, в родные края, где и нашла ее всемирная слава. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Ее уже приглашали в Москву на съемки самых известных телепередач. И сюда все еще часто приезжают. Хотя она говорит, уже устала от журналистов. Дел полно по хозяйству. Опять же, любимой вышивкой некогда заняться. Вон, картину с видом Байкала никак не может закончить. Ну и главное, ее все время отвлекает от просмотра самого важного для нее шоу. Олимпиаду все смотрю. Иногда такое думаю, ой, господи, хоть бы дал силы им как-то вот, чтобы заняли. Такие вот, прямо до слез. Обидно. Таких ребят, столько они трудов, столько они это... Вы переживаете, да, что недопустим? Да. Сколько они здоровья тратят на это. Это же не так просто. Они их вот гнобят и гнобят. Погостив у знаменитой пенсионерки, мы отправляемся в обратный путь, на Ольхон. Но при съезде на лед попадаем в неприятную ситуацию. Метровый снежный наст даже для сверхпроходимого УАЗика оказывается ловушкой. Все попытки самостоятельно откопать машину заканчиваются неудачей. На помощь приходят работники соседней туристической базы. Их вездеход, даже стоя на льду, легко вытягивает нашу буханку. Вернувшись на Ольхон, мы застали заведующую хужерской библиотеки за важным делом. Она вырезала и наклеивала противопожарную символику на стены и книжные полки. Потому что сюда с большой земли вот-вот нагрянет проверка. И все должно быть согласно правилам. У вас же маленькое такое помещение, тут же и так понятно, куда бежать. Да я тоже думаю, требует. В этом году Светлану Савельевну избавили от тяжелой повинности. Ей не надо, будучи председателем окружной избирательной комиссии, организовывать голосование на выборах президента, а потом подсчитывать бюллетени. Мы не можем не спросить, крепче ли теперь ей спиться. Учитывая распространенное мнение о фальсификациях на выборах и давлении центра на региональные избиркомы. Такого нет. Такого нет. У нас выборы абсолютно идеально прозрачны, потому что даже, мне кажется, и люди честные, вот они это… Если они так сделают, они спать спокойно не будут. Но спокойно жить и спать, вне зависимости от исхода выборов, остров теперь вряд ли будет. Туристов с каждым днем все больше, а значит и покоя будет меньше. Хотя, возможно, это даст Ольхону новые возможности и новую жизнь. Качественно иную, нежели веками, была здесь раньше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова